Второй день международного экономического саммита России и исламский мир Казани саммит 2022 прошел не менее продуктивно. Ключевыми аспектами программы стал круглый столб, посвященный тысячестолетию принятия исламу в Волжской Булгарии и круглый столб по вопросам развития исламских финансов и адаптации их механизмов. Наша общая память, она стала удивительно важной и дорогой для всех нас. Я русская, но для меня является национальным праздником, праздник принятия ислама нашими братьями, братьями по нашей общей родине. На секции тысячестолетия принятия ислама в Волжской Булгарии через призму экономических, духовных и культурных связей регионов России с государствами мусульманского мира поднимались первенствующие вопросы, которые были направлены на развитие российско-исламских отношений. Казанский федеральный университет принимает непосредственное участие в обсуждении важных вопросов и оказывает должное воздействие в условиях саммита. С докладами от Казанского университета выступили научный руководитель кафедры международных экономических отношений Института международных отношений Рустем Нуреев, профессор этой кафедры Вадим Хоменко, а также заместитель директора по научной деятельности Института международных отношений Рафаэль Валеев. Исламская цивилизация оказалась на стыке древней цивилизации. В их 10 веке она контролировала дороги, которые связывали Европу с Дальним Востоком и Черной Афрой. Поэтому вот этот транзит, он осуществлялся постоянно и имел огромное значение. Параллельно с ранее упомянутым круглым столом проходило заседание, посвященное обсуждению исламских финансов. Среди спикеров были и те, кто присутствовал, оглашал доклады в режиме трансляции. Казанский федеральный университет представил заведующий кафедрой финансовых рынков и финансовых институтов Ленар Сафиуллин. В числе спикеров выступил заведующий кафедрой экономической безопасности и налогообложения Айдар Туфитулов и профессор кафедры финансовых рынков и финансовых институтов Айдар Аюпов. В ходе своих докладов они детально рассмотрели тему финансовой грамотности в области исламского финансирования и значение магистрской программы «Исламские финансы» в формировании нового экономического уклада в России. Исламский мир на пятом месте, в 18 веке на четвертом месте, в начале 20 века на третьем месте и уже сейчас по оценкам экспертов по различным методикам на втором месте. Одним из значимых процессов мероприятия стало подписание меморандума о взаимопонимании организации по бухгалтерскому учету и аудиту исламских финансовых институтов и Казанским федеральным университетам. Стоит отметить, что Казанский федеральный университет является одним из постоянных участников саммита. Представители университета ежегодно содействуют развитию качественных международных отношений.